Коллеги, приветствую! С вами Александр и сегодня у нас 5 июля, а значит сегодня у нас в пятницу состоится важная экономическая новость, уровень безработицы в США, Non-Farm Perils. Данная новость очень сильно будет реагировать на движение цены доллара, в связи с этим отразится эта реакция как и на золоте, на валютных парах, так и на биткоине. И предлагаю сегодня с вами детально разобрать индекс доллара. Мы детально изучим с вами дополнительно биткоин, определим точки входа в рынок и поймем, что предстоит нас ждать после выхода новости. А перед началом поставьте большой палец вверх для продвижения данного видео в алгоритмах ютуба. Ну что же, приступаем. Перед нами 4-часовой таймфрейм графика индекса доллара. Именно на нем мы сегодня будем изучать текущую ситуацию. Что мы видим на графике? Еще 2 июля в своем телеграм-канале я предоставлю вам информацию, что в случае, если рынок у нас пробьет уровень поддержки пунктира, то что мы дальше будем падать к отметкам 100, 5, 100. И соответственно мы видим, что рынок у нас до этих целей дошел. И также мы учитывали, если пробьется 104,960, мы упадем до отметки 104,75. Теперь далее. Как мы видим, так как цена у нас пробила линию поддержки пунктирного восходящего тренда, это является сильным сигналом на медвежье настроение. Однако, стоит учесть, что у нас также сформированы здесь условия для коррекции. И сейчас мы детально это обсудим. Сегодня утром в своем телеграм-канале я предоставил информацию по основным валютным парам. На графиках на часовой таймфрейм мы обнаружили то, что во многих инструментах планируется коррекция доллара в пользу его роста. Так как там сформированы много фигур, восходящий либо нисходящий клин. В связи с этим мы можем учитывать то, что общее настроение игроков готовится к коррекции доллара. Первое, на что стоит обратить внимание. Несомненно, то что мы видим, что цена все еще находится в нисходящем тренде. Разберем уровень его сопротивления и вот у нас его уровень поддержки. Цена у нас находится в медвежьем настроении. Однако, дополнительно, что здесь стоит учитывать. У нас здесь сформирована фигура двойной дном. И мы видим, что рынок у нас вполне будет привлекать к себе покупателей. Однако, чтобы данная фигура у нас успешно реализовалась, нам нужно, чтобы цена пробила уровень сопротивления данной фигуры. То есть, эта отметка уровня 104.960 уже будет актуальна для продолжения роста. Даже немножко добавим 985. В случае его пробития, это будет аргумент, что доллар будет у нас укрепляться. Возможно, это произойдет после выхода новости, потому что мы сейчас говорим на 4-часовом таймфрейме. В связи с этим, это нужно сначала пробитие линии сопротивления синего, который мы сейчас определили, нисходящего тренда. И только после 104.985, чтобы рынок у нас уже уверенно начал расти. Каким целям в этой ситуации мы предусматриваем рост? То есть, это у нас рынок будет ориентироваться к отметке, как возьмем за историю, когда цена у нас пробивала уровень 104.985. Это у нас произошло 14 июня. И цена у нас доходила до отметки 105.400. В связи с этим предусматриваем то, что рынок у нас повторит эту историю. И вполне здесь стоит предусматривать коррекцию в этой ситуации. Далее, что мы следующее должны еще подчеркнуть? Если наша вот эта линия сопротивления будет пробита, то значит для рынка нужно найти новый уровень сопротивления, исходящего тренда. И вот за основу мы возьмем два максимума, которые были у нас 28 июня и которые были у нас 2 июля. То есть, мы возьмем их, соединим. Сейчас давайте сформируем такую вот красную линию сопротивления и предусмотрим дополнительный вот такой более широкий угол наклона. В принципе, мы видим то, что рынок у нас уже здесь работал с этим уровнем. То есть, видно то, что цена у нас доходила до линии поддержки. И сейчас цена прямо находится на ней. Вот, тоже еще один аргумент, что рынок пока находится на линии поддержки у нас нисходящего тренда, то в принципе рынок сейчас принимает решение, либо от него отскочить, либо его пробить. Соответствующее, учитывая то, что если у нас пробивает 104.985 внутри нисходящего тренда, который мы сейчас определили, то стоит учитывать то, что когда цена дойдет все-таки до линии сопротивления, рекомендуется закрыть позицию на лонге, потому что цена может от него отскочить. Однако, в случае, если мы предусмотрим то, что пробой состоится у нас после пробития красной линии сопротивления и 104.985, то в этом случае рынку намного легче будет достигнуть отметки 105.400. То есть, более легче для покупателей двигаться в эту сторону нам будет. Далее, теперь смотрим, коллеги. Ранее я еще предоставлял информацию по отметке, если рынок пробьет у нас 104.500. Это мы еще предусматривали ранее, когда рынок у нас на истории пробивал у нас 15 мая. Был у нас пробой данного уровня, а цена у нас мощно упала. В связи с этим я предусматриваю, если все-таки медведи будут дальше так вот атаковать покупателей и будут продавливать доллар, то я считаю, что если 104.500 у нас будет пробито на четырехчестном тайфрейме, то я считаю падение до отметки 103.76 в таком среднесрочном перспективе вполне будет аргументировано и предусматривая откат на уровне 104.200. Какой будет сигнал для вот этого падения у нас? Если мы определили для роста это у нас пробитие сопротивления синего и красного линии сопротивления, то здесь у нас будет уже работать вот эта текущая красная поддержка. Давайте, чтобы мы не запутались, она у нас будет пунктирная. Если она будет пробита и пробит уровень 104.500, это будет аргументом то, что рынок дальше будет падать. И вот у нас дополнительную линию поддержку я скопировав и построил на основе то, что у нас было отскоки на 18 июня, были отскоки у нас здесь и также 19 июня, когда рынок у нас пошел вверх. То есть рынок уже использует данный угол наклона, в связи с этим высокая вероятность то, что рынок снова до него дойдет и от него рынок может отскочить. Учитывая, смотрите, вот эту ситуацию, то что сейчас пока что мы находимся в медвежьем направлении, но рынок у нас хорошенечко упал, плюс у нас двойное дно формируется и многие инструменты нам показывают тоже на коррекцию. Вот здесь, смотрите, если мы перейдем на часовой таймфрейм, чтобы пораньше понаблюдать, что будет на рынке здесь, то нужно учитывать, чтобы хотя бы минимум у нас перед выходом новостью, у нас рынок хотя бы рекомендованно пробил бы уровень 104.75 на часовом таймфрейме. Это уже будут первые хорошие такие аргументы, то что доллар будет уже готов корректироваться. Но самое важное, чтобы цена у нас вышла из этого вот нисходящего коридора текущего импульса синего. Я сейчас, кстати, подчеркну вот этот пунктирный вариант сопротивления, вот он должен быть дополнительно аргументированно пробить. Тогда в этом случае легче рынку будет дойти до цели 104.985, потому что ранее рынок его использовал, как мы видим, хорошую поддержку, а сейчас, соответствующий, он использовал его как сопротивление, и вполне логично то, что рынок попробует снова до него дойти. Попробовать, соответствующий, покупателям его прорвать, а продавцам по более высокой цене начинать продавать в этой ситуации. Вот, в связи с этим, если резюмировать в данном вот моменте то, что я вижу доллара, пока что, вот перед выходом новостью, у нас остается медвежье настроение, но в случае, если рынок у нас сможет сегодня прорвать у нас синюю пунктирную линию сопротивления, уровень 104.75, это уже первые будут аргументы, что доллар начнет укрепляться в плане коррекции, в рамках красного нисходящего тренда. Вот, но в случае, если у нас все-таки продавцы будут активно продавать, дальше у нас медведи будут укрепляться в своей позиции, то 104.500, в принципе, даже на часовом таймфрейме уже будут такие звоночки на укрепление, ослабление доллара в этой ситуации. Так что, вот, если мы резюмировать картину, пока картина складывается не в пользу доллара, технические вот фигуры и валютные пары другие показывают коррекцию, развороты. Так что, нужно сейчас вот именно дождаться перед выходом новости, что, как рынок сформирует для себя, и, соответствующий, уже на динамике движения в момент выхода новости рынок уже покажет уже более корректную ситуацию. Но мы с вами предусмотрели сразу несколько вариантов исхода событий в данной ситуации, так что для укрепления пробой линии сопротивления синего ждем. Первый аргумент в пользу роста – падение при пробитии 104.500. Теперь пообсудим с вами биткоин, потому что ситуация, которая сейчас происходит на крипторынке, далеко не одна из лучших, потому что биткоин продолжает свое медвежье движение. Еще 23 июня я предоставлял информацию по поводу того, что медвежий рынок еще сохраняется, и мы рассматривали условия после пробоя уровня у нас синего линии поддержки, то что рынок при пробитии 64.000, 480.000 будет падать к отметке 62.000 долларов, и при пробое в дальнейшем 60.000, 789.000. Как мы видим, цена у нас четко до этих уровней дошла. Мы предусматривали то, что цена дойдет у нас до оранжевой линии поддержки, и видим, что цена от нее отскочила. То есть в тот момент это был истинный вариант, что рынок у нас готовится в этой ситуации отскакивать от данной линии восходящего нашего тренда. В связи с этим давайте немножко отдалю график, чтобы он нам был более ясен. И что мы здесь можем увидеть, коллеги, то что у нас очень мощный прорыв линии поддержки оранжевого восходящего тренда, это, конечно же, говорит о все-таки более медвежьем условии, то что рынок все-таки остается у нас под давлением биткоин. Особое внимание стоит уделить фигуре двойная вершина, которую мы разбирали как раз на последних эфирах 23 июня. И мы видим, что цена у нас как раз пробивает область уровня 50 Fibonacci, которая у нас была начального импульса, коррекционного уровня. То есть это сигнал, что в принципе рынок готов у нас дальше ослабевать в долгосрочной перспективе, если мы берем сейчас вот недельный таймфрейм. Если мы подойдем поближе, то у нас сформирован такой вот коридорчик, сейчас немножко его подкорректируем, вот так вот. И соответствующий мы можем сделать для себя определенные выводы, то что пока цена у нас находится в рамках вот такого нисходящего тренда, который вот у нас сейчас формируется, вот мы сейчас вот его поставим вот таким вот вариантом, то, конечно же, пока перспектива то, что биткоин будет падать, пока будет находиться в этом красном нисходящем тренде на дневном графике. Я предусматриваю то, что он вполне может стать еще пошире с учетом того, что у нас такой вот он пока узенький. Я считаю то, что вполне его расширение будет аргументировано, обосновано при дальнейшем движении. Но с учетом того, что рынок у нас вот так вот мощно упал, в принципе, конечно, я считаю то, что аргументы в пользу коррекции, они здесь тоже стоит их учитывать. После коррекции в случае, если рынок у нас дойдет до линии, например, пробоя 56-53, это у нас минимум, который был у нас 1 мая, либо до линии сопротивления, стоит учитывать продолжение падения при отскоке от него. В случае, если рынок у нас сможет его преодолеть, он может являться как сопротивлением в этом случае, то вероятность, что биткоин у нас уже начнет укрепляться, хотя бы расширять вот этот свой коридор нисходящий вполне уместно вот это условие. За счет того, что у нас пробился вот этот оранжевый уровень поддержки, который причем рынок отлично нас подтверждал, нам, несомненно, нужно найти новый вариант поддержки, который рынок у нас найден. То есть ранее мы обсуждали, у нас линия поддержки, которая у нас построена на графике, это у нас вот зелененькая, которую сейчас мы можем ее наблюдать. Вот такой вот наш тренд. То есть мы можем сделать какие выводы? То, что если мы смотрим на долгосрочную перспективу, вот у нас был мощный импульс, цена дошла до сопротивления, рынок скорректировался, попробовал, соответственно, он обновить хаи, не получилось у нас это сделать в начале июня, и биткоин, соответственно, сейчас падает по паттерному как раз двойной вершины. И это, конечно же, пугает покупателей, и многие сбрасывают цены, выбиваются стопы, и медведи укрепляются позицией. В принципе, если смотреть на эту картину, то стоит предусмотреть то, что падение до уровня поддержки, оно вполне теперь резонно. Мы его предвидели еще ранее, когда у нас сформирован был вот этот предыдущий восходящий тренд. И если нам нужно определить долгосрочное падение, вот именно вот эта коррекция после роста, то мы возьмем от того самого основания импульса, которое у нас было в сентябре 23-го, и до самого максимума. И у нас есть ориентиры, то что вот у нас сейчас цена уже пробивает уровень 38,2, и цена у нас в принципе сейчас в дальнейшем стремится к уровню 50 Fibonacci. То есть если мы поставим здесь вот этот уровень, то есть это ближайшие цели, которые стоит ждать, это у нас 49,5, ну 50 тысяч долларов можно округлить. В случае, если у нас еще медведи сильнее будут продавливать ситуацию, то дальнейше ждет еще падение у нас уровня коррекции, это уровни 61,8 на отметке 43,744 тысячи долларов, если рассматриваем. И причем он тоже аргументированно, потому что когда у нас цена, в 2021 году доходило до уровня 49,5-50 тысяч долларов, рынок корректировался у нас вот мощно, мы видим, и когда прорывал, дальше падал, вот у нас недельная была свеча, и рынок у нас немножко откорректировался, именно от уровня 43,850, ну 44 тысяч долларов, если округлять. То есть вот эти уровни стоит учитывать, то что рынок повторно будет использовать не только по математической формуле Fibonacci, но и технически, когда это уже повторялось, когда рынок у нас падал сверху вниз соответствующий. Вот, если долго строишь, смотреть, у биткоина далеко сейчас не лучшие времена, и думаю, коррекция еще продолжится в глобальной, да, вот после роста на недельном графике. Если мы перейдем на, например, 4 часа, немножко поближе картину, посмотреть, как отразится сегодняшняя новость нонфарма на доллар, и как это повлечет за собой биткоин, то в случае, если у нас доллар начнет укрепляться, я думаю, понимаем, то это отразится также и на ослабление биткоина. Но надо учитывать то, что у нас, вот я сейчас нашел такой импульсный коридор синий, надо учитывать, например, на часовом графике еще дополнительные моменты. Видно то, что рынок у нас сейчас пытается откорректироваться после сильного падения, идет коррекция, можно что-то интерпретировать на данном моменте, то, что формируется как двойное дно, то, что вот видно, вот у нас раз, два, вот такой вариант вполне резкий. Чтобы укрепление продолжилось после выхода новости, опять же, подчеркиваю, укрепление в плане коррекции именно биткоина после его падения, то стоит дождаться пробития линии сопротивления красной, которую я сейчас определил. Дополнительно более безопасный вариант – это пробитие пунктирной линии, которую у нас тень обозначила, и соответствующие пробои ценового уровня 54.900-55.000 долларов. Если рынок у нас пробивает, реализует на часовом таймфрейме перед выходом новостью, то вполне стоит учитывать то, что рынок у нас будет корректироваться, как мы планировали, 56.500 к линии сопротивления синенького, то есть вот этот ориентир. Цена может не дойти у нас до 56.500, потому что он может столкнуться с линией сопротивления. Так что у нас какой-то ценовой уровень 56.500, он будет как ориентир, которым целям стоит двигаться биткоину. Но в случае, если рынок у нас все-таки пробьет у нас минимум, например, в этой ситуации, то что у нас перед выходом новости, то за счет ослабления биткоина, прорыва минимума 53.600-580, то вероятность, что падение биткоина тоже продолжится у нас в этой ситуации и будет двигаться в рамках текущего пока нисходящего тренда синего. Так что если пока резюмировать, долгосрежь в перспективе, я вижу, также остается настроение медвежье у биткоина. На ближайшее время я считаю, что рынок будет скоро фиксировать свою прибыль и соответствующую после падения. И думаю, коррекция высоковероятна, я считаю, в этой ситуации. То, что цена у нас все-таки будет двигаться в рамках синего пока нисходящего тренда, который у нас мы с вами определили. Ну что ж, коллеги, спасибо, что досмотрели данный обзор до конца. Желаю вам успешных торговых результатов, но самое главное, здоровья вам и вашим близким. До встречи. Пока-пока.